Интернет-урок в связи с тем, что мы четко регламентированы по времени. Я хотел бы всем еще раз напомнить о том, что к нам уже присоединилось более 240 образовательных учреждений, организаций, которые смотрят нас в прямом эфире. Онлайн-трансляция, адрес трансляции на слайде написан. Кроме того, все желающие могут задавать вопросы в онлайн-режиме, либо присылать на электронную почту. Мои помощники эти вопросы приносят мне. И я буду задавать их в ходе интернет-урока тем специалистам, тем выступающим, которые у нас присутствуют в студии. Кроме того, я хотел бы обратиться к присутствующим в зале студентам, преподавателям, педагогам. Если есть желание выступить по теме или еще что-то такое, вы также мне записочку напишите, кто желает выступить, по какой теме. Я найду возможность, момент, когда эту возможность вам предоставить. Я хотел бы в начале нашего интернет-урока представить вам специалистов, которые прибыли нам в качестве экспертов на вторую часть сегодняшнего интернет-урока. Это мысльно-галентольный, вы все знаете, она была на первом интернет-уроке. Доктор педагогических наук, профессор, специалист в сфере здорово-сберегающих технологий, заместитель директора Центра здорово-сберегающих технологий и профилактика наркомании Московского государственного технического университета имени Баумана. Дальше Чесноков Николай Анатольевич, это Академия Прокуратуры Российской Федерации, специалист в сфере безопасного образа жизни. Третьякова Татьяна Викторовна, если можно, да, чтобы на вас посмотрели. Медицинский психолог, Московский научно-практический центр наркологии, Департамента здравоохранения города Москвы. Кроме того, у нас сегодня присутствует представитель Министерства образования, это Шарай Денис Валерьевич, Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации. И сейчас к нам подойдет Геннадий Иванович Миккин, который открывал наш первый интернет-урок, профессор, доктор медицинских наук, зав. кафедры валиологии МГТУ имени Баумана. Вот теперь мы представляем, какие специалисты в данный момент присутствуют. Многие еще будут подходить в ходе интернет-урока, я их буду по ходу действия представлять вам. Я бы хотел продолжить нашу встречу вот с такого объявления. В связи с тем, что на первом интернет-уроке сегодня в 12 часов мы объявляли о том, что у нас уже вывешены записи первых двух интернет-уроков на сайте www.volontor.bmstu.ru. Там есть запись, но ее посмотреть можно, только лишь зарегистрировавшись, потому что многие мне сейчас пишут вопросы, мы не можем открыть запись прошлого интернет-урока. Открыть можно, но для этого специально введена функция регистрации. Нам это очень важно, потому что мы хотим, чтобы у нас была база данных специалистов, которые интересуются этой проблемой. Вы же понимаете, что это не просто ролики в Ютубе, где там какие-то приколы. Это методические знания, которые используют специалисты в области профилактики наркомании. Мы создаем круг и базу данных, потому что при регистрации вы даете электронные адреса. А далее на ваши электронные адреса могут быть рассылки наших интернет-материалов, которые мы за эти пять интернет-уроков наработаем. Кроме того, вы получите дополнительную информацию по проведенным мероприятиям в рамках пропаганды здорового образа жизни, которую проводим МГТУ Минибаумана совместно с Министерством образования и науки. Не совместно, а при поддержке и используя ресурс специалистов, с которыми взаимодействует МГТУ Минибаумана, в том числе и специалистов, которые здесь присутствуют, я бы хотел сказать, что в данный момент мы имеем вот такой творческий коллектив ученых, специалистов, педагогов, преподавателей, которые разрабатывают и в научной степени, в научной форме проблемы профилактики наркомании. Я хотел бы еще представить представителей колледжа. Мы, Геннадий Иванович, вернее, лицея 1580, это лицей профессиональный, где готовят специалистов, в том числе углублена подготовка инженерной. Мы тесно взаимодействуем. Студенты колледжа и лицея также участвуют в антенаркотических мероприятиях, мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни. И потом, приходя уже в стены Бауманки, студентами, они уже имеют опыт вот такой активной жизненной позиции, имеют понятие о здоровом образе жизни, и, самое главное, свою жизненную четко уверенную позицию, которая помогает им в учебном процессе. У меня нет данных, да. Это наш Бауманский физико-математический лицей 1581, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Стоякина Ирина Васильевна. И психолог лицея Ременцова Наталья Георгиевна. Вот теперь мы понимаем, что у нас присутствуют практики, а то у нас говорят, вот вы ученых приглашаете, а нет реальных преподавателей, которые на первом интернет-уроке нас спрашивали. Но для этого мы успели пригласить и специалистов, еще к нам подойдут также практики, которые работают в этой сфере. Я хотел бы предоставить приветственное слово в наш адрес Денису Валерьевичу Шараю. Это департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Миноборнауки России. Пожалуйста. Коллеги, дорогие друзья, от лица нашего департамента я искренне рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего интернет-урока. Тема сегодняшнего нашей встречи речь идет о безопасном образе жизни. И нам исключительно приятно, что в числе ведущих вузов нашей страны есть такая серьезная площадка для того, чтобы и обсудить вопросы, и обменяться опытом, и выработать какие-то рекомендации по той или иной проблематике. Но в контексте безопасного образа жизни специалисты могут сказать о, возможно, таких явлениях, как, я думаю, многие присутствующие здесь хорошо с этим знакомы, зависимое поведение. Вот первый интернет-урок отчасти был посвящен вопросам наркомании. Сейчас немножко другой спектр. Но не стоит, безусловно, разграничивать эти понятия, потому что та или иная зависимость, будь то наркотики, будь то любые другие вредные привычки, и будь то любые другие самоограничения, которые мы себе ставим, они непосредственно и самым непосредственным образом влияют на нашу безопасность, будь то краткий период времени, или, быть может, это растянуто. Министерство, в первую очередь, как федеральный орган исполнительной власти, занимается нормативно-правым регулированием. Поэтому я в двух словах скажу о том, с чем подавляющее большинство студентов высших учебных заведений, непременно столкнется с самым ближайшим будущим. Речь идет о том, что в прошлом году был принят федеральный закон. Я думаю, что большинство студентов, активистов наркотического движения об этом слышали. Речь идет о 120-м федеральном законе, который, с одной стороны, вводит такие понятия, как раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а с другой стороны, дает инструменты для этого раннего выявления. Вот такими инструментами законом определены два основных. это социально-психологическое тестирование. И, собственно, по результатам его второй этап – это медицинское тестирование. И в рамках этого закона министерство как раз занимается наш тем, что разрабатывает порядок проведения социально-психологического тестирования вообще в образовательной среде нашей страны. Речь идет о школах и высших учебных заведениях. Вот мне очень приятно вам сообщить о том, что этот порядок наконец нашим министерством разработан и очень посмотрит Минюст, нет ли там коррупции. И тогда уже в самое ближайшее время те студенты, которые пожелают пройти социально-психологическое тестирование, смогут это сделать. И наши органы и наши коллеги из Минздрава получат, хочется верить, уникальную информацию о том, что у нас в практическом плане с употреблением психоактивных веществ, незаконным употреблением психоактивных веществ в школах и высших учебных заведениях. Я надеюсь, что студенты МГТУ МНИБАУНУ как представители нашей авангардной антинаркотической площадки нашей страны будут принимать самое активное участие в этой работе. И от них мы ждем отзывов о том, как эта работа будет проходить. Ну, со своей стороны, в заключении я хочу сказать, что только наш выбор и только наше осознание своего поведения, отношение к окружающему, к отношению между собой определяет ту безопасность, которая существует. поэтому безопасность начинается, безопасный образ жизни начинается в первую очередь с нас самих. И главная задача отводится нам. От нашего выбора определяет нашу жизнь. Поэтому мне хочется пожелать студентам, активистам антинаркотической работы МГТУ МНИБАУНУ успехов в нашей работе. Ну, а со стороны министерства будем по возможности поддерживать и ждем ваших отзывов. Спасибо. Денис Валерьевич, вопросы поступают и в ваш адрес, и в адрес нашей сегодняшней конференции. Один из таких вопросов звучит таким образом. Тема безопасного образа жизни очень актуальна для педагогов, актуальна для тех, кто работает в образовательной сфере, но она недостаточно регламентирована законодательно. Что делает Министерство образования с точки зрения формирования вот этой базы по четкой формулировке понятия, содержания и структуры безопасного образа жизни? Проблематика безопасности в нашем понимании, в понимании федерального органа исполнительной власти должна закладываться и профилактика этой безопасности и структура и инфраструктура обеспечения безопасного образа жизни должна закладываться с самых ранних этапов нашего взросления, со школы. В рамках этого министерство уже довольно давно и, как мне кажется, не без успехов, разрабатывает федеральные образовательные стандарты. Я думаю, что вы об этом слышали. Раньше у нас были государства образовательные, сейчас федеральные, они разного уровня. Это рамочные документы, которые закладывают фундамент в такие понятия, в данном случае мы говорим о безопасном образе жизни. Это те стандарты, которые вне зависимости от того, где бы школа не располагалась, на Камчатке или в Калининградской области, в любой школе, в какую бы школу ребенок не поступил, будь то частное заведение, будь то государственное, любое, которое работает в области предоставления образовательных услуг, эти стандарты гарантируют в любом образовательном учреждении определенный необходимый набор знаний, которые получат обучающиеся в рамках этой инфраструктуры безопасности. И тут мы тоже надеемся, что от лица и студентов высших учебных заведений, и вообще гражданского общества, а министерство открыто для диалога, будут поступать какие-то рекомендации. Если какие-то темы недостаточно освещены, и вы хотите обратить наше внимание на то, что нужно работу углубить в каком-то направлении, в министерство открыто, пожалуйста, обращайтесь. Мы ваши рекомендации со всем вниманием, безусловно, примем. Денис Валерьевич спрашивает, вот тот механизм, который будет предусмотрен регламентом по наркотестированию в соответствии с федеральным 120-м законом, он как скоро поступит до органов управления образованием, чтобы непосредственно руководители образовательных организаций могли им уже пользоваться? Да, значит, сейчас я должен сказать, что мы наш порядок проведения тестирования направили в Министерство юстиции. У них есть месяц для того, чтобы дать ответ. Минздрав, наши коллеги из Минздрава нам всё согласовали. Мы ждём от них их тестирование, которое будет следующим этапом. То есть сначала это анкетирование провели, вопросники предложили студентам или обучающимся ответить на ряд вопросов. И по результатам заполнения этих опросников мы понимаем, что есть некая группа риска. Или, быть может, её нет. Или она есть. И тогда уже по результатам этого тестирования идут врачи с тест-полосками, там тоже всех обследуют уже более предметно. Значит, мы исходим из того, что к началу учебного года, к сентябрю, у нас все подготовительные мероприятия для проведения социально-психологического тестирования будут выполнены. Денис Владимирович, вопрос в догонку тогда. Вот спрашивает, предусматривает ли Министерство образования какие-то санкции против образовательных организаций, в которых будет выявлено, ну, достаточное количество лиц, употребляющих какие-то вещества? Дело в том, что закон подготовлен так, что мы не получим информацию о том, что в данной школе есть проблемы с употреблением наркотиков. И, наверное, это правильно. Мы получим некие усреднённые данные о том, что на данной территории, в какой-то определённой части есть эти проблемы. И задача как раз медиков стоит в том, чтобы выявить как конкретных потребителей, незаконных потребителей наркотических средств, психотропинковых веществ. Информации о школах конкретных, неблагополучных в этом направлении у нас не будет, потому что если дать эту налогку в школу, как понимаем, у нас все школы будут хорошие. У них дети не будут ни курить, ни наркотики, ничего. Поэтому мы от этого ушли и надеемся, что эта методология будет эффективной. — И последний, заключительный вопрос, Денис Валерьевич. Вот если всё-таки руководители образовательного учреждения, я чувствую, пишут, они беспокоятся о том, что им бы тоже хотелось знать результаты всё равно. Не для того, что они боятся наказания. Нет, они хотят понять, какие им нужно принять точечные меры для того, чтобы локализовать, например, вспышки распространения либо потребления. Ведь есть не секрет школы, где какие-то спайсы начинают в моду входить, где-то есть ещё что-то. Всё зависит от тех, кто этим занимается. А педагоги в основном занимаются тем, что общие профилактические мероприятия проводят. Но ведь информация, например, о наличии курителей смесей в одной школе поможет призвать специалистов, которые, наверное, помогут педагогам локализовать это. Да, но дело в том, что закон говорит о том, что результаты тестирования должны быть анонимны и конфиденциальны. Они будут доступны только исключительно узкому кругу специалистов. И, к сожалению, руководители образовательных учреждений, так или иначе, справедливы это или нет, в этот круг, к сожалению, не входят. Другое дело, что у образовательной организации в рамках уже имеющегося юридического, нормативного, правового инструментария достаточно инструментов для того, чтобы эффективно профилактировать антинаркотическую работу в своей школе без социально-психологического тестирования. Ведь тестирование – это уже конкретный результат, это срез тот или иной. Он уже констатирует ситуацию по факту. Это не значит, что для этой работы нужно ничего до этого не делать. Закон устанавливает компетенцию образовательной организации по раннему выявлению. Для этого есть широкий спектр инструментарий, можно эту работу проводить. И нам хочется быть уверенными в том, что работа эта, так или иначе, проводилась раньше. И новое нормативное правовое регулирование лишь позволит нам получить какую-то более свежую, более детальную информацию для того, чтобы направить наших коллег из Минздрава более целенаправленно. Спасибо. Вы прекрасно знаете, уже исходя из тех интернет-уроков, которые у нас проходили 3 числа сегодня, в МГТУ Небаумана на профессиональной системной основе ведется работа, связанная с тем, чтобы образовательный учебный процесс, совмещенный с, естественно, воспитательным процессом, кроме того, носил ценностные ориентационные параметры, качественные характеристики, для того, чтобы мы могли оценить качественный уровень здоровья студентов. Это не просто показатель уровня знаний, либо компетенций, но и показатель относительно формирования ценностей здорового образа жизни. Не секрет, что студент, который обладает огромным количеством знаний, но в отсутствии здоровья, часто испытывает трудности при приеме на работу, потому что сегодняшняя система страхования, медицинская, финансовая, финансированная, она понимает, что легче взять здорового человека и тратить на него деньги на поддержку здорового, чем потом его лечить. Поэтому, естественно, одной из основных целеполагающих категорий является то, что в МГТУ Небаумана этот вопрос поставлен в рамках учебного процесса. Перед вами слайд, на котором некоторая структура показана. Существует физкультурно-оздоровительный факультет, и вот в рамках этого физкультурно-оздоровительного факультета существует, кроме кафедры естественного физического воспитания, что и во всех вузах, есть кафедра валиологии, а также учебно-методический центр здоровья и сберегаясь технологии, профилактика наркомании. Я бы сказал более того, в связи с тем, что структурным подразделением является учебно-методический центр, здесь особенность такова, что специалисты и педагоги кафедры, они же совмещают работу в центре. В центре, где также работают и психологи. Вы видите, что в структуре центра существует лаборатория психологической поддержки студентов и центр здоровья, который располагается непосредственно в общежитии студенческом, так сказать, приблизен к местам, где студенты проводят, в том числе и внеучебную часть своего времени. Центр взаимодействует с кризисным отделением номер 20 города Москвы и Московским НИИ психиатрии. Это на основе договоренностей, на основе подписанных договоров о сотрудничестве, помогает в работе с теми, кто имеет трудности в здоровье, перешедшие грань работы с психологом, то есть где требуется более углубленный профессиональный подход. В связи с тем, что многие здесь студенты сидят, бауманцы, они все это знают, я не буду останавливаться, но для тех, кто не знает структурные особенности работы вот этого центра в МГТУ Минибаумана, некоторые аспекты я освещу. Вот лаборатория психологической поддержки студентов, я хотел бы на ней большее внимание своего выступления сделать, в связи с тем, что, исходя из вопросов, которые поступают сегодня по интернету, исходя из тех, кто задавали, вопрос психологического обеспечения, в том числе и безопасный образ жизни, он становится одним из первых, потому что часто трактуется понятие безопасного образа жизни наравне со здоровым образом жизни. И не каждый студент, психологически подготовленный, выдержать вот эти нагрузки учебного процесса, адекватно оценивает возможности своего здоровья. Я бы хотел сказать, даже не просто, а может быть, даже переоценивает. Поэтому вот эти осенние-весенние периоды обострения связаны, в первую очередь, конечно, с сессиями. Естественно, лаборатория психологической поддержки одной из своих задач ставит в первую очередь это оказание психологической помощи, консультирования тем студентам, которые имеют трудности, связанные со здоровьем, с психическим состоянием, вызванным в первую очередь трудностями, которые обусловлены учебным процессом. Я могу констатировать факт, исходя из того, что мы проводим анализ тех ситуаций, с которыми студенты обращаются, в первую очередь, вот эти сессионные периоды, они в большей степени дают показатель всплеска обращений к психологам. И в первую очередь, они подтверждают тот факт, что мы переоцениваем иногда свои возможности, либо их недооцениваем. Поступление в МГТУ имени Баумана, так же, как и в любой ВУЗ, осуществляется в том числе и по ЕГЭ, естественно. И человек, поступающий по ЕГЭ, может быть, недооценивать возможность обучения в ВУЗе, именно направленности нашей Бауманской. Потому что здесь есть определенные требования к уровню подготовки студента, который вчера еще был на школьной скамье. Но не секрет, наверное, что система школьного образования, воспитания, она везде носит различный характер, где-то сильнее, где-то слабее. Есть школы, есть лицеи, есть колледжи профессиональные. Поэтому, конечно же, требования выше среднего. И человек, который получивший ЕГЭ, достаточный для поступления, но не готовый по здоровью выдержать нагрузки учебного процесса, к сожалению, сталкивается с проблемой в дальнейшем вот такой психической расстроенности своего организма, что не позволяет ему в дальнейшем осваивать учебные дисциплины. В структуре лаборатории психологической поддержки ежедневно работает дежурная служба психологов. Это дежурный психолог на телефоне доверия. Такие работы осуществляются в рамках, естественно, рабочего времени. Но те психологи, к которым обращаются с проблемами студенты, они получают доступ к взаимодействию непосредственно с лично психологом и общаются с ним уже и в нерабочее время. То есть для того, чтобы решить проблему студента, психологи работают в другое, отличное от официального рабочего графика. Потому что мы понимаем, что здесь трудности заключаются в том, что часто проблема возникает и на территории общежития в вечернее время, и в выходные дни, поэтому мы готовы оказывать помощь. И психологи центра оказывают ее в другое время, но уже после обращения. Далее, значит, на Бригадирском переулке это специальные здания, где работает вот эта часть лаборатории психологической поддержки. Кроме кабинета и дежурного психолога здесь ведет прием психиатр. Также это связано с тем, что руководитель центра, профессор Семыкин Геннадий Иванович Выступая, говорил о том, что мы осуществляем тесное взаимодействие, формируем систему психолого-педагогического обеспечения во взаимодействии вот этого образовательного процесса. Поэтому к нам приходят специалисты в области психиатрии, осуществляют дежурство. Для чего? Есть факты экстренной госпитализации, когда нервные срывы приводят к тому, что человек просто не справляется с управлением собственным здоровьем. В этот момент человек опасен не только для себя, но и для окружающих. Я не буду раскрывать какие-то тайны из психиатрической науки, но Вы прекрасно понимаете, что, возможно, тупиковый выход из ситуации у человека, который временно не видит выхода из ситуации. Хотя, как специалист, могу сказать, что не бывает таких ситуаций, из которых нет выхода. Выход всегда есть. Единственное, что видите ли Вы этот выход или не видите. Вот наше подсознание, оно так и работает, оно слепое. Вот Вы закройте глаза, идёте, Вам скажут камень, Вы автоматически поднимаете ногу, перешагиваете. Сознание, подсознание понимает, что что-то препятствует, надо его перешагнуть. Так же и в жизни. Человек может не видеть эту трудность, но она возникает. Потом он её видит, но не понимает причины. И вот в отсутствии знаний, опыта и нагрузок трудностей расширение вот этой проблемы приводит к тому, что парализуется человек в действиях, организм начинает защищаться. Естественно, сам человек не выйдет из этой ситуации. Нужна помощь. Для этого существует служба, разделённая по специализации. Психологи, которые вставляют психологическую помощь, психологическое консультирование, психологическую диагностику. Даже можно прийти, обратиться к психологам, к человеку, который внешне не имеет никаких проблем. Но хочет проконсультироваться для того, чтобы этих проблем у него не было в дальнейшем. Такие студенты у нас есть, они часто обращаются. Они прикрепляются за психологами, которые ведут специализацию консультирования. А дальше просто в консультационном режиме они осваивают трудности, которые встречают во время учебного процесса. Кроме того, на Бригадирском переулке есть у нас тренинговая аудитория и диспетчерская. Диспетчерская позволяет регулировать приём обращений студентов, которые вновь обратились, либо те, которые хотят узнать расписание, например, работы тех или иных психологов, с которыми они когда-то уже сталкивались. У нас есть в практике такие факты, когда человек обращался на первом курсе, ему помогли, дальше он успешно справлялся, и на третьем курсе возникла опять неожиданная какая-то проблема, и он возвратился к той же ситуации. Поэтому человек, естественно, обращается в службу, ищет того психолога, который ему помог, и с ним уже работает, решая какие-то другие свои вопросы. Вторым структурным подразделением в рамках работы Центра здоровья и берегающей технологии профилактики наркомании и Лаборатории психологической поддержки есть Центр здоровья. Центр здоровья располагается в общежитии номер 1011, непосредственно на первом этаже, и включает в себя вот те структурные составляющие, которые на слайде вы видите. Я могу одно сказать, что благодаря усилиям нашего ректора Александра Анатолия Александровича мы получили в современный центр, в котором с удовольствием работают и специалисты-психологи. Вы понимаете, что не так-то просто даже хороших специалистов пригласить к нам на работу, потому что ставки педагогические, но условия, в которых они работают, позволяют мотивировать для совершенствования роста, для применения тех техник знаний, которые они получили в ходе своей практики, обучения, и реализовать их в МГТУ имени Баумана. Также в структуре центра располагается дежурный психолог. Значит, кабинет дежурного психолога и работа на телефоне доверия. Телефоны доверия вы все видите, они также обозначены. Телефоны доверия разные. Если вы обратитесь на предыдущий слайд, вы увидите телефон один, а Центр здоровья телефон другой. Можно звонить по любому телефону, диспетчерская служба, ваш звонок примет, и специалист, дежурный психолог поймет степень трудности, степень проблемы. Дальше вам порекомендует того или иного психолога и либо запишет вас на прием, если есть возможность подождать, либо примет экстренные меры для того, чтобы была оказана своевременная помощь и проблема каким-то образом решена. Кроме того, в Центре здоровья располагается кабинет психологической диагностики. На первом часе нашего с вами интернет-урока выступал круг Владимир Михайлович, который помог в оснащении Центра современным аппаратно-программными комплексами. В рамках работы кабинета психологической диагностики имеются диагностические аппаратные комплексы по своевременной диагностике и выявлению зависимостей, то, о чем мы сегодня говорили, в том числе и зависимости, связанные с употреблением психоактивных веществ. Кроме того, есть диагностический комплекс, позволяющий выявлять склонности или предрасположенных к тем или иным видам отклоняющегося поведения. И самое главное, есть очень мощный современный аппаратно-программный комплекс, мультипсихометр называется, в котором более 520 методик, связанных с не просто диагностикой, но и работой по выявлению сложностей, трудностей, наклонностей, мотивационных структур, составляющих личности, для того, чтобы в работе во взаимодействии с психологом человек мог правильно оценить свое состояние, оценить перспективы развития в учебном процессе, в жизни, используя свой сегодняшний ресурс. Ну и, конечно же, аппаратно-программные комплексы, которые помогают в работе с уже имеющимися сложностями психического развития, например, стрессовое состояние, депрессии и так далее. Есть аппаратно-программные комплексы, позволяющие снимать временно степень накала этой обостренной ситуации, дальше выводят на уровень работы и понимания в режиме без повышенной нервной напряженности. Есть специальные препараты, мы их называем ароматерапия. Это специальные техники, использующие ароматерапию для того, чтобы влиять на состояние психофизиологического, психофизиологическое состояние организма. В связи с тем, что у нас имеется также тренинговая аудитория, специалисты-психологи, работающие в центре, обладают методиками работы по внедрению в образовательный процесс тренинговых технологий, например, формирования возможностей организма противодействовать давлению, например, наркосреды, или техники, позволяющие выработать характер силы воли для того, чтобы человек, например, бросил курить. Есть часто обращения студентов как раз по этой проблеме в связи с тем, что, наверное, закон вышел, но я констатирую увеличившее количество обращений студентов с просьбой оказать помощь в том, чтобы избавиться от этой привычки курения. Я не могу говорить об успешности или неуспешности, к сожалению, мы пока таких замеров не делали, но я уже поставил задачу в связи с тем, что нам нужно определить, какими то ли более эффективны, какие менее эффективны. Мы в следующем учебном семестре будем проводить оценку результативности тех методий, которые используют психологи при выработке навыков, преодолении вот таких вредных привычек, как курение, например. Кроме того, сегодня на тематическом первом часе выступал Кардашьян Руслан Андроникович, это специалист, профессор кафедры психиатрии Российского университета дружбы народов. Он рассказывал о интернет-зависимостях. Если вы помните, он остановил свое внимание именно на причинах, вызывающих зависимость от компьютера. И самое главное, рассказал признаки, по которым вы можете сами себя диагностировать. Я, исходя из опыта работы, взаимодействия с психологической службой, могу сказать, что такие проблемы есть и среди наших бауманских студентов. Это не секрет, наверное, в связи с тем, что даже вопросы, поступающие в первый час, они подтверждали то, что действительно образовательный процесс, домашнее задание требует усиленного знания, владения информацией, находящейся в интернете. Поэтому, конечно, большую часть времени вы проводите там. Естественно, прогуливаясь по сетям интернета, вы невольно или вольно с помощью рекламы или скрытой рекламы наталкиваетесь на ту или иную информацию, которую не всегда вы можете отфильтровать, как нужную или ненужную. К сожалению, головной мозг не может резко, молниеносно сформировать у вас четкий иммунитет к информации, негативно влияющей на вас. Поэтому существуют скрытые технологии рекламные. Поэтому и существует 139-й закон, регламентирующий воздействие вредной информации через СМИ, интернет на психику человека. В этой связи, наверное, существует статья 6.13 административного кодекса, запрещающая незаконную рекламу и пропаганду наркотиков, и вводящая ответственность за это безобразие. Поэтому, конечно же, запретить можно, можно регламентировать законодательную базу, но оценить ваше личное впечатление от той или иной информации очень тяжело. Почему? Потому что тот информационный потенциал, который у вас существует, он связан с вашим воспитанием, с вашим уровнем образования, даже с вашей средой общения, в которой вы постоянно общаетесь. У нас существует целое расписание вот этих специалистов-психологов, которые перед вами на экране, где информация с расписанием вывешивается в общежитиях, на кафедрах, на досках документации, где человек может обратиться за помощью и получить консультацию у психологов. Я понимаю, что, к сожалению, наверное, не настолько развита наша психологическая служба, чтобы мы открыто могли обращаться, не стесняясь усмешек, либо не боясь том, что вас посчитает больным человеком, который обращается к специалисту за помощью. Нет. В связи с тем, что я могу констатировать факт, что подобран коллектив психологов высокого профессионального уровня, у нас нет жалоб на работу психологов, но у нас и нет вот той еще популярности среди студентов, которые могли бы смело, не стесняясь, обращаться. Поэтому мы усиленно развиваем интернет-консультации. Сейчас этот термин, наверное, в какой-то степени модный. У каждого психолога есть электронные сайты, есть аккаунты, в которых они работают, есть определенная информация по телефонным возможностям общения, это и программы WhatsApp, и Viber, по которым сейчас все пользуются. Но я к чему? То есть наши психологи готовы работать и сотрудничать со студентами не просто в формальном режиме кабинета общения. Мы работаем на тех порах, когда возникают трудности или проблемы, чтобы студент мог проконсультироваться и получить своевременную помощь, не доводя ее до ситуации, когда психолог может только лишь диагностировать, констатировать и помочь передать вас на работу с более высокого уровня специалистами психиатрии, например. За период вот этой весенней сессии у нас впервые, наверное, уменьшилось количество обращений, связанных с госпитализацией. Хотя осенью поток первокурсников после сессии, это было не очень же февраль, как раз с вопросами невозможности освоить учебный процесс, невозможности сдать, и личные ответственности приводили к срывам. В этом семестре меньше, это уже, значит, говорит о том, что студенты привыкают, работает служба, наверное, взаимодействие, взаимопонимание находят студенты. Ну и, конечно же, мы, психологи, выступают на кафедрах, работают с преподавателями, рассказывая, во-первых, о службе, давая свои координаты, ну и, конечно же, рассказывая все-таки, каким образом психологически снять напряженность в работе с группой студентов по тому или иному предмету. Единый подход ко всем очень сложно выработать, потому что есть индивидуальные особенности у каждого, но и в то же время индивидуально очень тяжело преподавателю подстроиться под каждого студента. Мы все это понимаем, помогаем, вырабатываем единые методики обращения, для того, чтобы человек спокойно себя чувствовал в роли не просто студента, обращающегося за помощью, как больного человека, а студента, обращающегося за консультацией, для того, чтобы вовремя принять решение. Вы понимаете, есть термин, связанный со здоровьем, когда мы говорим, например, умеете ли вы управлять своим здоровьем. Что такое управление своим здоровьем? Это очень широкое понятие. А есть термины, которые, например, звучат как стабилизация. Вот если человек может отличить стабилизацию от управления, это очень хорошо. Вот психологическая служба делает акцент на том, чтобы человек умел управлять. Стабилизация – это когда вы знаете свою частоту, пульс, свое давление, свой рост, вес, и можете держать себя в этих рамках. Но вы понимаете, что, например, у лыжника на третьем километре дистанции у него давление другое, сердцебиение другое. Это тоже надо знать. Но если вдруг, сидя на лекции, вы чувствуете изменение своих параметров, вы можете их стабилизировать. Но лучше их управлять. А управление – это когда вы знаете средний свой показатель, который соответствует вашему состоянию, например, в течение сессии, вашему состоянию на лекции, вашему состоянию на практических занятиях, вашему состоянию, выполняя или защищая свои дипломные проекты или домашние задания. Вот тогда вы можете понимать, что сегодняшнее состояние, оно нормальное, не надо его бояться. Но и в то же время оно требует от вас очень большого энергетического потенциала и ресурсов. Вот поэтому здоровый образ жизни помогает вам в первую очередь осмыслить свои потенциальные возможности, во вторую очередь грамотных использовать. Потому что, выгорая, например, при экзамене, вам нужен какой-то период времени восстановить свои силы. А многие в день успевают доздать пропущенный, еще хвосты какие-то поднести, еще и сдавать экзамен, до которого два часа назад допустили. Вот такие перегрузки, они требуют очень, будем говорить, так сильного вашего здоровья. Недооценивать это нельзя. Поэтому, когда мы говорим о каких-то химических зависимостях, об употреблении каких-то психостимуляторов, не дай бог, конечно, то мы говорим о том, что мы создаем видимость решения этих проблем. Вот как раз задача психолога в первую очередь научить студентов, обучающихся у нас, находить в себе структурные возможности, которые вам даны, которые можно поддерживать и которые можно развивать. Почему-то сложилось мнение, что обязательно нужно идти в спортзал для того, чтобы поправить свое здоровье. Или наоборот, нужно заниматься только йогой, чтобы там что-то у себя там развить. Нет, вот как раз здоровый образ жизни, это здоровый образ мыслей. Здоровомыслящий человек понимает как раз те грани, те рамки, в которых он работает. Потому что трудности от учебного процесса, требования преподавателей и возможности, которые у вас есть, у всех разные. Понимаете, кто-то живет в общежитии 2 метра от учебного корпуса, кто-то ездит с Балашихи или там с Нарофоминска. Зимой 2 часа в электричке туда, 2 сюда. Поэтому, естественно, требования к организму совершенно другого порядка. Но опыт показывает, что человек в таком напряжении, умеющий справляться со своими нагрузками, гораздо эффективнее может учиться человек, который живет в общежитии и через порог ходит на занятия. Потому что организм иногда расслабляется. Вот это как раз и недопустимо. В расслаблении очень сложно усваивать ту истину, которую нужно получить. Часто наши студенты, готовясь к экзаменам, ездят куда-то на отдых, на природу, с книжками, на даче, начинают учить. К сожалению, мы несколько путаем возможности головного мозга. Потому что когда кислорода достаточно, вы понимаете, организм понимает, что все хорошо, он расслабляется. То, что происходит с вами на отдыхе, вы заставляете организм напрягаться, головной мозг работать, когда физиологически он понимает, что кислород, отдых, он начинает отдыхать. И наоборот, когда вы напрягаетесь здесь во время учебного процесса, когда есть ситуация, есть основа для этого, организм понимает, что это надо делать. И он вам помогает. Поэтому всегда надо четко разбираться в тех условиях, которые вы себе создаете для занятий. Не надо путать день с ночью, что мы часто делаем, в последнюю ночь хотим все выучить. Бесследно для организма это не проходит. И те, у кого это хорошо получается, либо кто-то удачно сдает после этого сессии, у него создает впечатление, что вот вчера ночью получил, а если еще кто-то там выпил какой-нибудь адреналинчик, рашевский, или еще что-то, то создает впечатление, что именно он и помогает. Случайности в жизни не бывает, к сожалению, потом вот эта эйфория в сознании, она наносит ущерб психологии человека. В следующий раз он уже не может это реально сделать, не используя допинги или еще какие-то составляющие. Вот перед вами слайд, на котором четко видно и показано, что фактор, определяющий качество здоровья, складывается по такой ситуации. 10% это медицинские параметры, 15% наследственность, но 25% это условия жизни, экологии и социальные факторы. И 50% образ жизни. Таким образом, 50 и 25, 75% вашего здоровья зависит от образа вашей жизни и от тех условий, в которых вы живете, от той среды, в которой вы существуете, от тех друзей, с которыми вы общаетесь. Но не секрет, наверное, что формирует во многом семья человека, который обучается в институте. Но до этого он прошел школьные коллективы, до этого он занимался в спортивных секциях. Вся эта среда формировала его качество личности. Невозможно в 21 человек человеку с нуля чего-то начинать. Но поэтому вы должны понимать, у кого-то больше этих возможностей изначально, кто рос и воспитывался в хорошей семье, с традициями, с пониманием, что такое воспитание. Кто-то обучался в лицеях, колледжах, школах, где действительно качественно преподавалась дисциплина, требования не зависели от личности, а едины были с точки зрения характеристик дидактических единиц, которые вы получали. Таким образом, понимаете, степень подготовки разная. И требования каждый к себе должен предъявлять по-разному. Но если в вашем коллективе есть лидеры, за которыми можно, будем говорить так, стремиться и гнаться вперед, с точки зрения качества знаний, качества уровня жизни, с точки зрения здоровья, это хорошо. Понимаете, если вы будете в компании курильщиков лидером, то некуда стремиться, все идет по лестнице, которая идет вниз. В этой связи всегда понимаете, что та категория людей, с которыми вы общаетесь, это вы их выбрали. Никто вам их не навязывает. Даже если в группе преобладают люди с настроением к учебному процессу не с точки зрения качественности, а наоборот, то они могут повлиять на всю остальную психологическую, климатическую обстановку в группе. Поэтому есть здоровые силы, которые должны выровнять эту ситуацию. И очень часто мы почему говорим здоровый образ жизни, почему-то не моден. Почему? Он моден. Но действительно, общей такой поддержки нет. Но я считаю, что она скоро будет. У нас есть определенные... Вот, по крайней мере, на примере МГТ Умени Баумана, вот Геннадий Иванович выступал, вы видели в конце прошлого часа, была торжественная церемония вручения сертификатов участникам автопробега антинаркотического, который проходит по инициативе МГТ Умени Баумана по маршруту до Крыма. Так вот, это непростое мероприятие прокатиться на машинах и отдохнуть. Туда едут студенты, активисты, волонтеры, которые в течение года учились. Достаточно, я не знаю, Лазар и Варвара, по-моему, даже на стипендию какую-то там претендуют. Я к чему? То есть люди, активно занимающиеся общественной работой, они еще успевают отлично учиться. И вот я могу констатируть тот факт, что именно как раз те, кто чаще привлекается к общественной нагрузке, кто активен, а не пассивен с точки зрения пропаганды, здорового образа жизни, участвуют в ней. Ему учиться-то легче, хотя времени-то у него на это меньше. Организм и сам человек начинают ценить те возможности, те минуты, которые ему предоставлены. Завершая свое выступление, я хотел бы пожелать всем, кто занимается учебным процессом, всем, кто участвует в нем, находить единое понимание того, что самое главное – это получение тех компетенций, которые требует Министерство образования, и самое главное – это выйти здоровым и умеющим управлять своим здоровьем. Спасибо за внимание. Мы сейчас продолжим наш интернет-урок. Я бы хотел еще по поступающим вопросам обратиться к Геннадию Ивановичу. Один из вопросов, который я перед тем, как выступить, прочитал, он гласит о том, что многие люди, которые смотрят и прошлое наши интернет-уроки, участвовали в конференциях, которые проводили волонтеры, они спрашивают, есть ли у вас база данных по этим всем людям, которые участвовали во втором съезде здоровой инициативы, в какой-то конференции, они просто сейчас почему-то недополучают информацию про интернет-уроки или еще что-то. Какая-то база данных есть, по которой можно их информировать или еще что-то? База данных есть. Почему они не получают, не знаю. Надо разбираться. Это какие-то технические могут быть моменты погрешности. Но в любом случае, все, кто входит в нашу базу данных, оповещаются вот такой рассылкой веерной. И мы с самыми активными нашими организациями находимся в режиме обратной связи ежедневной. Они обращаются, мы делимся опытом и таким образом транслируем все свои наработки в регионы. Вот тут поступают еще вопросы, связанные с учебным процессом. Видно, я затронул какую-то тему. Но у нас есть специалисты МГТ Минибаумана, которые могут, наверное, более подробнее рассказать, каким образом внедрена в учебный процесс технология работы с теми студентами, имеющими, например, освобождение от тяжелых физических нагрузок. То есть те, кто должен заниматься физической подготовкой, но по состоянию здоровья не могут ей заниматься. Я предлагаю Сергею Викторовичу Лазареву выступить. Это доцент кафедры валиологии, ведущий психолог учебно-витерического центра, кандидат в психологических наук, доцент. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Я хочу сказать, что в рамках нашего университета кафедра валиологии по сравнению с другими кафедрами обладает уникальной возможностью реализовывать такой принцип образования, как индивидуальный учебный маршрут. Но эта идея давно уже вынашивается в образовательной среде, в учебных заведениях. То есть дать возможность получать образование каждому студенту не в рамках общепринятых правил и традиций, а дать ему возможность развиваться так, как позволяют его возможности и его способности. Если в основе своей учебный процесс рассчитан на так называемую золотую середину, но если тут у нас техническая аудитория говорит о кривой нормального распределения, 68% так называемых средних, нормальных, то мы можем охватить практически 100% и те, которые успевают, те, которые хорошо успевают чрезмерно, и те, которые несколько отстают в своих достижениях, в образовании, в когнитивном развитии. Если говорить о психолого-педагогическом сопровождении учебного процесса, мы должны четко понимать, что процесс образования – это не только когнитивное или познавательное развитие, формирование познавательных компетенций обучающихся, но еще и так называемые предметные компетенции, но еще и также компетенции личностного развития, которые позволяют способствовать общекультурному развитию студента. Ведь студент, который получает, вернее, обучающийся, который получает высшее образование, он должен обладать тем набором навыков, знаний и умений, которые значительно его отличают от всех, кто этого образования не имеет. Это предполагает не только умение пользоваться формулами, расчетами в рамках профессиональных компетенций, но и обладать сопутствующим набором знаний в области культуры, то есть определенным нравственным, ценностным потенциалом. Вот как раз в рамках кафедры валиологии мы этот потенциал развивать и реализовать можем. Почему? Ну, у нас, как уже сказал Алексей Сергеевич, обучаются студенты, которые имеют некоторые ограничения по состоянию здоровья и не могут заниматься на кафедре физического воспитания, то есть в общем потоке, поэтому они приходят к нам. Но и некоторые студенты имеют ограничения здоровья, которые носят, так назовем это, хронический характер, или мы говорим пролонгированная болезнь, то есть они у нас занимаются с первого курса по четвертый. И мы пытаемся в рамках наших учебных программ составить образовательный маршрут таким образом, чтобы студент, поднимаясь от курса к курсу, переходя одного преподавателя к другому, а у нас специализация по курсам у каждого преподавателя, мог развивать те свои компетенции, которые позволяют ему, выйдя из стен этого вуза, чувствовать себя полноценным гражданином и высоким профессионалом в высоком смысле этого слова. Если говорить о некоторых технологиях, которые мы применяем, наши занятия нам дают большой выбор, использовать большой выбор средств и методов в рамках, то есть и тренинговых процедур, и, ну, например, первоначальные занятия, которые мы начинаем, обязательно происходит так называемый тренинг-знакомство, поскольку группы у нас формируются из разных потоков, разные факультеты, разные специальности, и бывает, что соберется там 10 или 12 человек группы, и они все друг с другом незнакомы. Более того, если говорить о специфике современной молодежи, они особо и не стремятся знакомиться. Ну, студенты, наверное, понимают меня, то есть можно проучиться 6 лет в стенах МГТУ, и кроме своей группы больше ни с кем, в принципе, не быть знаком. Ну, еще преподаватели знают, и все. Я не хочу сказать, что это совсем плохо, но и не совсем хорошо. Вот как раз наше занятие позволяет студентов интегрировать в одну семью вузовскую. То есть пришли на занятия, друг с другом познакомились. Более того, вот это вот тренинги-знакомство, они еще и способствуют развитию так называемых коммуникативных навыков, поскольку множество специальностей, которые здесь получают наши студенты, предполагает еще владение хорошими навыками в коммуникационной сфере, допустим, там ЭБМ и так далее. То есть не только с железом, не только с техником, не только с вычислениями и все, но еще с живыми людьми работать должен иметь инженер. Так вот, как раз эти навыки мы у них первоначально формируем. Не все хорошо, не все сразу. Бывает, что познакомились, поговорили, проходит две недели, проводишь так называемый скрининговый опрос, и получается, что студенты опять друг друга уже забыли. Но хочу похвалить в этом плане девушек. Девушки лучше запоминают имена и фамилии своих сокурсников по группе, чем мальчики. Плюс к этому мы имеем возможность проводить оснащение учебного процесса таково, что мы можем возможность проводить так называемые аудиовизуальные тренинги, которые способствуют развитию тех или иных возможностей у студентов. Да, когда первый раз студенты приходят и, допустим, слышат, ну, как самочувствие, как себя чувствуете, не хотите поспать, ну, вот вопрос в аудиторию, если бы вам на занятиях спросили, на лекции, не хотите поспать, у нас такая возможность есть. Не в том плане, что пришел, лег на пару и проспал. Нет, короткие сеансы с учетом, с использованием бинауральных ритмов, 36 минут длится сеанс, эффект, ну, 6-часового сна. Не у всех получается с первой попытки, это зависит от доверия, от внушаемости, но большинство говорят о положительном эффекте. Еще одну методику, которую мы используем, ну, по крайней мере, я в своей практике использую, это методика написания синквейнов. Она не совсем вписывается в технологические процедуры, она больше относится к творческим, но способствует к развитию так называемого ассоциативного мышления. Плюс к этому для педагога те ассоциации, которые генерируют и продуцируют студенты в процессе написания этих творческих работ, они дают еще большую массу так называемых, ну, диагностических материалов, поскольку те ассоциации, которые вызывают тот или иной когницией, ну, или новый термин, они позволяют судить о том, ну, в каком состоянии психоэмоциональная сфера студента находится в данный момент. Если говорить об одной из важнейших проблем, связанных с успешностью усвоения знаний в высшем учебном заведении, я говорю сейчас об адаптации к образовательному процессу. Вот чаще всего с проблемами адаптации сталкиваются первокурсники, хотя и у третьего курса так называемый, ну, переломный момент в обучении, проблем возникает, но чаще всего у первого курса. У нас отработана практика, которая реализуется в следующем проекте. Студенты первого курса у нас в виде творческого эссе описывают те проблемы и сложности, с которыми они сталкиваются в процессе обучения. А потом мы переводим, ну, проводим так называемые перекрестные проблемные дискуссионные клубы. То есть студенты первого курса, которые с проблемами этими уже справились, делятся своим опытом, а потом мы эти проблемы, обработав их в концентрированном виде, представляем студентам старших курсов, вторых, третьих и четвертых. И они уже с высоты, ну, не побоюсь этого слова, прожитых лет предлагают те решения, которые они используются в своей практике. То есть мы используем так называемый архивный метод и метод онлайн, который позволяет успешно справляться с теми проблемами, которые возникают в процессе обучения в нашем ВУЗе. Если говорить, ну, кратко, если подводить итог всему сказанному, в рамках кафедры валиологии педагогический коллектив, реализуя программы социально-психологического, психолого-педагогического сопровождения учебного процесса, пытается максимально создать для своих студентов безопасную и комфортную образовательную среду, что позволяет чувствовать себя уверенным в будущем и тех, кто учится, и тех, кто обучает. Спасибо за внимание. Сергей Викторович, вопрос вам такого порядка. Вот спрашивают, эти студенты, которые прикрепляются за вашей кафедрой, обучившись потом, они поддерживают сами взаимоотношения, связи, или они уходят дальше в свободное плавание? Они не только поддерживают связи, они еще и приводят своих товарищей, которые считают, что они находятся в тяжелой жизненной ситуации. То есть они относятся к нашей кафедре как к месту, где можно решить некоторые не только учебные, но и личностные проблемы. Так что я считаю, что у нас обратная связь достаточно активная и эффективная. Вот спрашивают, участие в оздоровительных мероприятиях антинаркотической направленности. Они откуда у вас берутся эти мероприятия? Как вы взаимодействуете с министерствами, со службами или сами придумаете? Ну, творческий потенциал кафедры сам по себе высок. Мы генерируем достаточное количество идей, большая часть которых реализуется. Ну, плюс к этому мы активно контактируем как с государственными, ну, бюджетными организациями, такими как ФСКН. Ну, в общем, огромное количество это вот учредители этого мероприятия, вернее, поддерживающие организации, плюс общественные организации, такие как там Лига здоровья нации и так далее. Значит, и наши студенты активно участвуют в различных мероприятиях. Ну, почему? Здоровительные мероприятия не могут быть как в рамках ВУЗа, ну, допустим, весенний и осенний марафон студенческий. Наши студенты обеспечивают безопасность проведения этого мероприятия, как в административном плане, так и как-то медико-социальном. Вот, плюс к этому мы используем каждую возможность, чтобы наши студенты развивались не только в физическом плане, ну, скажем так, психоэмоциональном, интеллектуальном. Вот последний кросс, который мы проводили, у нас целая беседа была, в смысле, целый дискусс был по поводу логических задач и так далее. Причем студенты до такой степени втянулись. Один подходит свою задачу, предлагает другой. Плюс вот сейчас у нас недавно наши студенты 19-го числа участвовали в конгрессе международном, который был посвящен проблемам как раз здоровья, сберегающих технологий, здоровый образ жизни на Ильинке проходил. И отзывы пока только положительные. И еще последний, заключительный вопрос такого порядка. Вот была информация, выступающие представители здоровой инициативы, это волонтерская организация студенческая, работающие в рамках, с одной стороны, общественной организации здоровой инициативы, с другой стороны, они являются студентами. И с третьей стороны, они еще являются вашими студентами по кафедре. Да, вот как это вплетено в учебный процесс, то есть участие студента в работе волонтерской организации антинаркотической? Ну, если говорить о связи волонтерской деятельности и учебного процесса, то связь непосредственная. Человек, который участвует в волонтерском движении, он по умолчанию уже открыт, ну, в моем понимании, или, скажем так, в нашем понимании, он открыт окружающую миру. Если он готов оказывать помощь в рамках социальных программ, то и в образовательной среде он как раз исповедует тот же жизненный принцип. Он оказывает помощь своим товарищам. Более того, волонтеры, которые участвуют в нашей организации «Здоровая инициатива», это люди, которые обладают высоким социальным статусом и активной социальной жизненной позицией. А это способствует и научному развитию. Они пишут статьи различные, там, в научные сборники, в газетах выступают. Но если говорить о перспективах такой работы, ну, допустим, стимпедиат президента Российской Федерации, это студент, который не только учится отлично, но еще и ведет активно научную жизнь и общественную жизнь активную, то есть участвует в различных мероприятиях. Как раз участие в волонтерской деятельности позволяет вот этот вот сектор или вектор деятельности реализовать в полной мере. Спасибо, Сергей Викторович. Я несколько еще могу от себя сказать, добавить. В связи с тем, что я рассказывал про работу психологов, Сергей Викторович рассказывал про работу педагогов, преподавателей кафедры валиологии. Чтобы все понимали, что, в принципе, большинство преподавателей, которые работают на кафедре валиологии, они уже являются психологами. То есть они совмещают работу в центре как психолога, и они же преподают. Таким образом, работа психолога, совмещенная с учебным процессом, позволяет более углубленно знать тонкости учебного процесса и более эффективно влиять на помощь в оказании решений, при решении трудностей, связанных со здоровьем, при сессионных проблемах или при проблемах, связанных с личными трудностями, которые возникают в жизни у каждого человека. Мы с вами заговорили про волонтеров. Это те, которые сегодня в первом часе мы видели торжественную церемонию как бы старта. Я хотел бы представить сегодня вам представителя управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве, Загоровский Виталий Васильевич. Он присутствует у нас в президиуме. Виталий Васильевич, хочу вас пригласить сразу за трибуну. Я два слова скажу. Во-первых, то, что МГТ Уминибаумана тесно сотрудничает с управлением ФСКН России по городу Москве. На всех мероприятиях мы совместно вырабатываем стратегию действий. Но и самое главное, тесное взаимодействие выливается в то, что наших волонтеров антинаркотической работы становится больше. И ежегодный автопробег антинаркотический постоянно проходит при поддержке управления. И результатом этого автопробега является обмен опытом работы как волонтеров, так и получения рекомендационного опыта профессионалов правоохранительных структур. Пожалуйста. От имени руководства Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по городу Москве позволю поздравить вас всех с этим знаменательным событием. Началом автопробега Москва-Крым, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, а также к 70-летию освобождения Крыма от немецких фашистских захватчиков. Сегодня недостаточно только осознавать необходимость перемен и воспитания молодого поколения, залога успешного и славного будущего нашего Отечества. Когда проблема наркотизации общества напрямую угрожает национальной безопасности, просто нельзя оставаться в стороне, проявляя преступное безразличие. Необходимо сообразно своим способностям, возможностям и талантам активно включаться в процесс просвещения нашей молодежи, проявляя максимум инициативы, настойчивости и креатива. Отрадно видеть, как ширятся ряды антинаркотического фронта. Его строю активисты-волонтеры, молодые люди с активной жизненной позицией, помогающие сверстникам сделать правильный выбор и социально ориентированный жизненный выбор. Красивый лозунг «Мы выбираем жизнь» находит достойное воплощение в конкретных делах и поступках. Активистов молодежного волонтерского движения «Здоровая инициатива» встретят молодые волонтеры, жители городов, участвующих в этом знаменательном событии. Мы снова вместе выступаем за здоровье, спорт и творчество. Дорогие друзья, искренне надеюсь, что автопробег станет важной вехой в благородном деле профилактики наркоманий и своей зажигательной энергией наполнит молодые сердца, пользуясь случаем, чтобы пожелать удачи и благих свершений во имя будущего наших детей и будущего нашей Родины. Спасибо. Я знаю, что у нас… Спасибо за поздравление, спасибо за поддержку. Я считаю, что волонтеры всегда опытные и инициативные ребята, но помощь в связи с тем, что тема очень сложная, всегда ваша нужна. Мы надеемся, что вот этот опыт, приобретенный мы используем в обмене опытом. У нас сегодня присутствует Геннадий Иванович Семыкин, автор во многом тех проектов антинаркотической работы волонтеров, потому что Геннадий Иванович, членом общественного совета, мне бы хотелось, чтобы вот сертификат, который был торжественно вручен. Спасибо. Ну, таким образом, все участники автопробега имеют именные сертификаты. Я думаю, что по пробегу по городам маршрута следования будут фотоотчеты и в Инстаграме, и на сайте Здоровой инициативы. Также все отчеты будут присланы в управление ФСКН по городу Москве. Ну и по результатам автопробега мы соберем небольшую конференцию, где расскажем о том, как проходила встреча с активистами-волонтерами в других городах, как опыт работы московских волонтеров при поддержке управления транслируется на другие регионы. И в дальнейшем, я думаю, будет тесно взаимодействовать по этой линии. И вопросы, которые сейчас поступают, вот, кстати, в адрес Виталия Васильевича. Виталий Васильевич, у нас такая практика, интернет-урок, он в прямом эфире. Вот, люди спрашивают, ФСКН России каким образом находит, кого поддерживать, кого не поддерживать? На вас сами люди выходят, либо вы как-то мониторинг какой-то, проводите оценку работы молодежи? Ну, к нам люди обращаются непосредственно, просят поддержать в тех или иных начинаниях, мероприятиях. Но, тем не менее, с нашей стороны тоже проходит отбор по базам данных. Да, я не скрываю, как бы у нас такой доступ есть. И, тем не менее, мы смотрим на принадлежность той или иной организации к деструктивным, то есть выходящим за рамки законности. И, собственно, как бы, если все у нас устраивает, то мы продолжаем взаимодействие, начинаем и стремимся его расширить. Спасибо. Еще один вопрос, такой порядка, в связи с тем, что до этого обсуждался вопрос диагностики наркомании по 120-му федеральному закону. Выступали представители Министерства образования, специалисты, профессора, которые рассказывали о технологии тестирования, социально-психологическом, медицинском. Вопрос заключается у людей вот в чем. А федеральная служба какое-то участие будет принимать вот в этом тестировании, в образовательных учреждениях? Люди переживают, что потом вам попадут данные, и вы тут начнете шашкой махать. Нет, я, как я понял вопрос, то есть федеральная служба по контролю за оборот наркотиков, она, как такового, участия не принимает. Этим занимаются наркологии, то есть непосредственно Московский научно-практический центр, который возглавляет Евгений Алексеевич Брюн. И непосредственно они обрабатывают эти данные напрямую к нам, я полагаю, не будет поступать информация о фактах выявления, употребления. Ну, я понял. Самое главное, мы должны успокоить людей в том, что диагностика и выявление проводятся не ради наказания, а ради самой профилактики наркомании, чтобы те, кто балуется или пытается попробовать, понимали, что рано или поздно все будет выявлено. Поэтому сама система в масштабах государства накладывает в первую очередь системный характер профилактики наркомании. Спасибо большое. Я, продолжая тему Московского научно-практического центра наркологии, хочу предоставить слово Третьяковой Татьяне Викторовне, медицинский психолог. В связи с тем, что на первом части вы видели, у нас выступала Габрильянс Ольга Александровна, заведующая отделением профилактики. Сейчас, продолжая, приходят другие специалисты в этой теме. Хотелось бы послушать взгляд на нашу проблему. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники интернет-урока. Безусловно, та тема, которая сегодня поднимается на данном интернет-уроке, безопасный образ жизни, безопасное поведение, здоровый образ жизни, это крайне актуальное направление. И на данный момент, в настоящее время, здоровым человеком, человеком свободным от зависимостей, быть модно. Это престижно. И вы уже слышали о том, что в связи с тем, что на государственном уровне приняты меры, которые направлены на предупреждение вовлечения молодежи, подростков в наркотизацию, алкоголизацию. Это меры, которые с 2009 года принята стратегия государственной антинаркотической политики, концепция профилактики наркомании, табака, курения, алкоголизма. И в рамках, в том числе, 120-го федерального закона, о котором сегодня уже говорились, разрабатываются Министерства образования, Министерства здравоохранения, те мероприятия ранней профилактики и раннего выявления не только группы риска тех лиц, которые эпизодически употребляют наркотические средства, психотропные вещества, но в том числе и факторы риска, которые могут в дальнейшем привести к наркотизации и алкоголизации молодежи и подростков. Поэтому Московским научно-практическим центром наркологии совместно с образовательными учреждениями города Москвы это высшеучебные заведения, колледжи, средние образовательные учреждения, школы, разработан и не то что внедряется, а уже действует. Мероприятия, которые основаны на договорной основе, которой мы заключаем договора о сотрудничестве с учебными заведениями. В рамках этих договоров происходит взаимодействие в рамках профилактики наркотизации, раннее выявление в том числе. И также в этой структуре программ профилактических мы организуем вместе с Министерством образования, вы уже слышали о двухэтапном так называемом медицинских осмотрах. Это на самом деле социопсихологическое анкетирование, о котором говорилось, и собственно лабораторные методы исследования. Я называю сознательно это не тестированием, а профилактическими медицинскими осмотрами, потому что наркомания – это крайне тяжелое хроническое заболевание. И хочется сразу сделать акцент и развеять миф. Это не вредные привычки – алкоголизация, наркотизация, табака, курение. Это формы зависимого поведения. Если мы с вами сейчас говорим о безопасном поведении, так вот основа этого безопасного поведения, этой основой является личность свободная от каких бы то ни было зависимостей, как химических, так и нехимических. Возвращаясь к взаимодействию межведомственному нашей организации, Московского научно-практического центра наркологии и учебных учреждений города Москвы, договора, которые мы заключаем, они могут быть двухсторонние. Это непосредственно с центром, который находится по адресу улицы Люблинская, 37-1, но и с нашими филиалами, которые располагаются в административных округах по городу Москве. То есть тогда это трехсторонний договор – центр наркологии, филиал и, собственно, непосредственно образовательные учреждения. Так вот, мы не только проводим на основе этого договора о сотрудничестве, медицинские и профилактические осмотры, но если выявляются факторы риска, которые могут при совокупности других факторов привести к эпизодам употребления наркотических веществ, мы проводим работу профилактическую, она включает и лекционно-семинарские методы со студентами, обучающимися этого учебного учреждения. Это тренинговая работа, это работа с педагогическим коллективом и с родителями, потому что невозможно осуществлять эффективную профилактику без вовлечения педагогического коллектива и собственных родителей. К вопросу о проведении самих лабораторных методов исследования после первого этапа социопсихологического анкетирования проводят действительно специалисты и сотрудники Московского научно-практического центра наркологии, но вообще начало медицинских осмотров и в том числе участие в социопсихологическом анкетировании происходит только и исключительно с письменного добровольного согласия участников этого мероприятия, то есть медицинско-профилактических осмотров. В этом добровольном письменном согласии, которое позволяет непосредственно специалистам получить контакты у тех лиц, которые участвуют в медицинском осмотре. Для чего? Для того, чтобы напрямую связаться с человеком, если был выявлен по результатам лабораторного исследования эпизод употребления какого бы то ни было наркотического средства. Вся информация, вот здесь уже были вопросы, я хочу акцентировать это внимание, она конфиденциальна, то есть она закрыта от администрации учебного учреждения, ею владеем только мы, специалисты Московского научно-практического центра наркологии. Для чего? С какой целью вообще все это проводится? Ни в коем случае, речь не идет ни о каких карательных методах и мерах. Наша задача помочь на раннем этапе выявить, предотвратить развитие наркомании как заболевания. Поэтому, если был факт выявлен употребление наркотического вещества, мы напрямую связываемся с родителями того лица, обучающегося студенту, у которого это обнаружено, и лично с ним, и приглашаем к себе на консультацию анонимно, конфиденциально. Ни о каком учете речь не идет. Речь идет о профилактическом наблюдении. Я хочу также акцентировать ваше внимание на этом факте, потому что больше всего вопросов как раз вызывает именно этот момент, что да, привлекут, поставят на учет, авторитетно заявляю, нет, не поставят на учет, а окажут квалифицированную своевременную профессиональную медико-психологическую помощь. Причем не только у подростка или молодого человека, у которого это выявлено, но и семье. Поскольку влияние значимых взрослых, в том числе родителей, близких, оно важно. И в момент, когда мы проводим работу психокоррекционную, психологическое консультирование проводят психиатры-наркологи, медицинские психологи, групповая работа, семейная терапия проводится. В том числе все это носит характер, атмосфера доброжелательная и сберегающая. То есть наша задача остановить процесс, который пока что эпизодически. Но наркомания – это очень грозное заболевание, механизм формирования зависимости сам по себе происходит очень быстро, крайне быстро. Никто не скажет о каких-то конкретных сроках. Но то, что независимо от вашего желания, от желания самого человека, от силы воли происходит формирование зависимости к наркотическому веществу. Хочется отметить, что когда мы говорим о свободном выборе, важно знать, что в этот момент о свободном выборе речь не идет. Поскольку за нас уже выбор сделало то вещество, которое человек употребил. О какой же свободе идет речь? Мы фактически добровольно отдали. Поэтому хочется отметить и ваше внимание обратить на то, что безопасный образ жизни, безусловно, начинается с собственной, личной, стойкой и отрицательной позиции относительно употребления наркотических средств, алкоголя, табака и так далее. Поскольку механизм формирования зависимости идет по своим законам и независимо от воли желания самого человека, который в данный момент что-то употребляет. И происходит это, особенно в молодом возрасте, крайне быстро, незаметно. Но последствия чрезвычайно губительны. Уходят годы. И мощная работа специалистов, наркологов, медицинских психологов для того, чтобы помочь человеку справиться с этой проблемой. Но поскольку это заболевание хроническое, как я уже говорила, то никто не застрахован от рецидивов, то есть возврата в это заболевание. В связи с этим, когда мы вместе, взаимодействуя с образовательными учреждениями, проводим вот эту работу, причем программы разрабатываются, они очень гибко устроены, профилактические программы, и они разрабатываются конкретно к каждому учебному заведению. То есть если это высшее учебное заведение, программа будет согласована относительно возраста студентов. Если это школы, то согласно возрастным критериям обучающихся. И по запросу от администрации школы в том числе. И кроме того, что мы акцент делаем, конечно, в профилактических программах на профилактику химических зависимостей, но в том числе мы туда включаем и моменты, которые связаны с стимуляцией коммуникативной активности, гармоничного развития личности в том числе. Поэтому когда мы посредством социопсихологического анкетирования можем и выявляем факторы риска, то работа производится с, допустим, целым классом. То есть мы не выделяем какую-то группу, поскольку анкетирование проводится анонимно. Это позволяет более достоверно получить информацию. Вот, в общем, та конва профилактической работы и межведомственного взаимодействия Московского научно-практического центра наркологии, образовательных учреждений города Москвы на основании договоров о сотрудничестве, о которых я сейчас вам говорила, в общем, и предусматривает повышение эффективности вообще профилактической работы в целом. Спасибо. Татьяна Викторовна, спасибо. Вопросы есть в ваш адрес. Я попытаюсь сформулировать основную мысль вопроса. Люди спрашивают, вот действительно прекрасно понимая о том, что человек, пытающийся поэкспериментировать, попробовав какие-то там наркотические или психотропные вещества, он это делает не ночью под одеялом, он это делает часто в кругу, в коллективе. Информация об этом распространяется, и многие об этом знают. И с другой стороны, вы, как представители медицины, делаете все, чтобы защитить этого человека, скрыть о нем информацию, пытаться достучаться там до чего-то, но все остальные этого не видят, все видят браваду, геройство и так далее, и так далее. Каким образом ваше мнение в ответе может? Речь идет не о защите наркопотребителей, человек, который эпизодически начинает употреблять наркотические вещества и экспериментировать с ними. Речь идет о той необходимой и своевременной помощи, то, что она крайне актуально важна, и именно ее своевременность. То есть это надо схватить в самом начале. Если люди будут опасаться того, что к ним будут предприняты какие-то репрессивные мероприятия, в том числе же, не секрет, все боятся постановки на учет в наркологию, то тогда процент будет и уход в саму болезнь наркомании, потому что мы просто не сможем в своевременно помочь человеку из этих таких иллюзорных опасений. Бояться нужно вовсе не этого. Поэтому я и сделала акцент в своем вступлении на том, чтобы донести до аудитории посредством интернет-урока режим онлайн, что наша задача Московского научно-практического центра наркологии сотрудников в том, чтобы как раз на ранних этапах выявить и предотвратить наркотизацию и развитие болезни наркомания. И для этого мы делаем максимум на этом этапе как раз в медицинских осмотрах, которые состоят из социопсихологического анкетирования и лабораторных методов. Лабораторные методы – это выявление содержания наркотических веществ в биологических жидкостях. Поэтому, когда мы выявляем этот факт, эпизод, который произошел, включается вот эта система, причем система помощи профилактической, не карательно-репрессивной, а помощи своевременной, профессиональной лично тому лицу, у которого это было выявлено, и его семье. И процент тех лиц, которые потом категорически отказываются и понимают последствия, потому что в основном бывает так, что формально мы что-то знаем, что могут быть последствия, но после того, когда проведена работа, причем она проведена адресно, индивидуально, подходы индивидуальны к каждому человеку, с которым мы работаем. И работают, как я уже говорила, медицинские психологи, психиатры-наркологи, и в том числе с значимыми взрослыми, с родителями и с близкими. И это как раз помогает предотвратить в лечении подростков и молодежи наркотизацию и развитие наркомании. То есть фактически это в том числе является спасением от большой проблемы. Вот раннее выявление и предупреждение в влечении в наркотизацию. Спасибо. Еще один вопрос, заключение. Вот классный руководитель пишет. Я знаю, например, что один мальчик там употребляет, и об этом как бы он не скрывает. Какие мои действия? Если это несовершеннолетний, то есть человек до 15 лет, то по закону Российской Федерации все мероприятия с ним должны происходить только с согласия не только его самого, но и его законных представителей, родителей. То есть в первую очередь необходимо при согласии от самого подростка, если я правильно понимаю, это подросток, поговорить с его родителями и вместе коллегиально, безусловно, здесь необходимо срочное обращение к профильным специалистам, то есть в наркологический филиал Московского научно-практического центра наркологии. Опять же, повторяюсь и делаю акцент. Не надо бояться никаких учетов, их нет. Это профилактическое наблюдение с целью оказания своевременной помощи, той, которая в данный момент необходима. Поскольку наркомания – это заболевание, то с ней своими средствами справиться невозможно. Здесь сила воли не работает. Здесь нужна помощь квалифицированных специалистов. Причем чем быстрее, тем лучше. Поэтому рекомендации – это обращение, безусловно, с согласием родителей и этого подростка за помощью к специалистам, которые занимаются лечением этих заболеваний наркологического профиля. Спасибо большое. Давайте поблагодарим. Спасибо. Татьяну Викторовну. Виталий Васильевич, есть к Вам вопросы. Присутствие всегда сотрудников госнаркоконтроля вызывает много вопросов. Я попытаюсь сформулировать некоторые из них. Они, в принципе, несложные, они простые, но они чувствуют наболевшим. Значит, есть закон, который сейчас все обсуждают, ограничивающий курение в образовательных учреждениях. Сейчас уже на остановках, уже в кафе, барах, вы видите, можно зайти чай попить не возле выхода, не возле туалета, а на нормальном месте, где раньше сели курильщики. Так вот, вопрос какой? Нельзя ли такой закон сделать в отношении тех, кто употребляет наркотики? Почему они должны, так сказать, скрываясь к ним, какие-то индивидуальные подходы ищут, убеждают их в том, что это нельзя, а курильщика уже вытеснили за пределы человека за 101 километр? На самом деле, как бы, сложно ответить на такой вопрос. Это все-таки, как было сказано, вот представители наркологии, это немного разные понятия. Курильщик – наркоман. Курильщик – это человек зависимый, а наркоман – это человек больной, которому необходимо лечение. То есть, каким-то законодательным методом умеет регулировать, я боюсь, что… Ну, понял. Ну, вот врачи говорят, что он больной, да, но надо вот уговаривать, рассказывать, родителям обращаться. А с курильщиком очень просто. Куришь, пожалуйста, иди вот туда. Здесь нельзя. В аэропорт пришел, вот в буточку, зайди и там задыхайся. А наркоманы, видите, как вот… Вот есть какие-то противоречия, наверное. Просто это народ пишет, им тяжело объяснить, почему это все происходит. Но они, видно, в вопросе обращаются к вам с просьбой. Подумайте что-то такое, чтобы оно было не упрошающее, уговаривающее способа наркомана бросить это безобразие. Я понял, вы представители правоохранительной службы, у вас все проще. У вас законодательство есть, и вы его исполняете. И вот второй вопрос в пику законодательства. На первом части, обсуждая этот вопрос, в том числе высветили закон номер 18, внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые устанавливают повышенную уголовную ответственность за сбыт наркотиков в образовательном учреждении, на объектах спорта, а также в помещении, используемом в сфере досуга. Какая-то практика уже у вас есть, все-таки два года прошло, с момента выхода этого закона. Увеличилась ли уголовная ответственность или количество привлеченных именно с этим законом? Ну, в общем-то, да. То есть, если это... Ну, уже преступление, которое как раз происходит... Ну, наркопреступление. То есть, если сбыт происходит в образовательном учреждении на объектах спорта, то есть, это место отдыха детей и молодежи, то это уже повышает ответственность, и непосредственно как бы по закону это идет до пожизнезаключения. Но, как правило, находится в лазейке, то есть, ну, срок реально увеличивается. Спасибо. Мы продолжаем наш интернет-урок. Я хотел бы слово предоставить Тременцовой и Наталье Георгиевне, психолог лицея 1581, лицей Бауманский, профильный, выпускники которого сегодня уже получали сертификаты автопробега. Поэтому тесное взаимодействие педагогов, преподавателей, студентов с лицеистами, я думаю, имеет положительный опыт и психологическая служба, работающая в лицее и в Бауманке, взаимодействует. Хотелось бы поделиться опытом и рассказать, как у вас это получается. Здравствуйте, уважаемые участники интернет-урока. Как уже было сказано, я представляю социально-психологическую службу лицея 1581 при МГТУ имени Баумана. И в стенах МГТУ учатся наши выпускники. И я хотела бы рассказать о том, как мы проводим профилактическую работу. И сегодня, наверное, речь скорее пойдет о некой философии нашей работы, потому что познакомиться с нашей программой комплексной первичной профилактики отклоняющегося и зависимого поведения можно у нас на сайте. особенности нашего учебного заведения в том, что у нас учатся подростки с 8 по 11 класс, и к нам приходят ребята, мотивированные на учебу, и с ними проводится совсем другая уже работа. Кроме того, 90% наших учеников – это мальчики, и только 10% – это девочки. И к нам ездят не только из Москвы, из ближайших районов вокруг нашего лицея, но и из Подмосковья. И первый принцип, который мы исповедуем – это фунт профилактики «Стоит пуды лечения». Конечно, лучше предотвратить, чем лечить, чем каким-то образом с этим совсем сражаться. Но сразу возникает вопрос, а с чем мы будем иметь дело, что мы будем отслеживать? Отслеживать мы будем социальную ситуацию развития. То есть те взаимоотношения, которые возникают у ребенка, в нашем случае это подросток, с обществом. И в тот период, с 8 по 11 класс, когда ребята учатся у нас, у ребят формируется самосознание, то есть это основа сознательного и произвольного регулирования социально значимого поведения, самоопределение в среде сверстников и профессиональное самоопределение. И слова, конечно, очень хорошие, но каким образом начать работу со всеми этими понятиями, а главное, как начать работу с реальными людьми. И мы в этом году провели очень интересное задание. Мы дали нашим восьмиклассникам, которые поступили к нам в лицей, нарисовать такие вот картинки. левая колонка – это «Я сейчас», «Я через 5 лет» и «Я через 10 лет». Правая колонка – это «Моя деятельность сейчас», «Моя деятельность через 5 лет» и «Моя деятельность через 10 лет». И вы можете посмотреть, что мы получили очень разные рисунки по окончании. То есть мы поняли, что даже выбор профильного учреждения не означает, что мальчик или девочка, которые пришли к нам, они понимают, куда они пришли, что они будут делать. И если нагрузки очень серьезные, и программа наша очень серьезная, то возникнет наверняка некое несоответствие тому, что он вообще о себе понимает, о своей будущей жизни и тех требований, которые ему в лице и предъявляются. Если вот на первом рисунке вы видите, что человек понимает, что борода у него будет расти на протяжении 10 лет, то на втором рисунке вы уже достаточно можете понять, что не только учеба, но и чем интересно заниматься, и вообще как он простраивает себе свое будущее. И я вот тут приведу как раз окончание вот той картинки правой, когда мы видим, что ребенок уже четко совершенно понимает, что он будет заниматься, видимо, наукой или какой-то практической деятельностью, он совершит открытие, он оформит это свое открытие, получит за него деньги, купит себе домик, будет счастлив, а когда он будет счастлив, он будет отчислять деньги в детский дом. То есть, понимаете, здесь не просто некая профессиональная карьера, но и некая, скажем так, система ценностей и система отношений в обществе. Он понимает, где он живет и как он будет дальше действовать, когда он реализуется. Что значит вот эта благоприятная социальная ситуация развития? Мы знаем, что у подростка должны быть разнообразные связи, и они должны быть актуальны, и должны удовлетворяться его потребности. Потребности в общении, потребности в познании, в признании, в физической и социальной активности. И мы знаем, что вот это все мы можем отследить. Мы еще пока не знаем, что нам предложат ученые в качестве социально-психологического тестирования, но мы уже знаем, что мы можем отследить и на что мы можем повлиять. Я даже не говорю о том, что если, например, случается что-то экстраординарное, какие-то неприятности у ребенка в семье, я не знаю, кто-то потерял работу, потерял здоровье, родители разводятся или что-то, понятно, что это начинает влиять на все остальные связи подростка. Но если может быть такое, подросток влюбился, голова у него работает совершенно на другое, запускаются занятия. Если запускаются занятия, об этом учителя говорят родителям, родители тут же запрещают, положим, с друзьями встречаться и играть в футбол, начинают рушиться у ребенка все связи. И рядом может оказаться такой человек, который предложит так называемое легкое решение в виде табака, алкоголя и наркотиков. Но чем хороша, как говорится, наша позиция и наша профилактика, что изменение благоприятной социальной ситуации в неблагоприятной не происходит мгновенно. Это не дело одного дня и даже ни одной недели. То есть это происходит на протяжении какого-то времени, и наша задача вот это все вовремя отследить, понять и оказать ребенку помощь для того, чтобы эти связи не разрушались и для того, чтобы ребенок был эффективен в своей деятельности. И для нас проблема употребления наркотических и психоактивных веществ – это вершина айсберга. И мы с этой проблемой, собственно говоря, в лицее не сталкиваемся, к счастью. Но есть и подводная часть этого айсберга. Это проблема дезадаптации при переходе в новые учреждения. Конечно, это большой стресс для ребенка, когда он приходит, и ему надо ездить. Это новый коллектив, это новые учителя, это новые требования. Проблема школьной неуспешности. Казалось бы, у нас нет двоечников, но у нас очень большая конкуренция и большой соревновательный момент. Если в своей школе ребенок был отличником, он все знал, все умел, у него списывали, и он был, как говорится, на высоте, то здесь он приходит, и здесь все такие. Вот этот соревновательный момент, а что же я хуже, чем раньше я была отличником, а сейчас у меня не так все хорошо получается по сравнению с остальными. Уже говорил, проблемы семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проблемы повышенных учебных нагрузок, это тоже очень влияет, потому что учеба в лице, это совсем не то, что учеба в той школе, из которой к нам ребята приходят. И фактически мы вот этими всеми проблемами и занимаемся. И наша система работы сложилась постепенно. Когда бывшая 401-я школа открыла у себя первые физико-математические классы, то мы озаботились тем, что к нам приходят ребята из других школ. И у нас появилась программа профилактики с дезадаптацией детей. Дальше мы поняли, что к нам приходят восьмиклассники, а это самый опасный возраст, и в этом возрасте психологи не рекомендуют переводить детей в какое-либо другое образовательное учреждение. Единственный плюс, что они все к нам приходят, никто друг друга не знает. И мы открыли летний лагерь на базе нашего лицея, куда приходят восьмиклассники в основном. Они знакомятся друг с другом, знакомятся с нами, знакомятся с профессией инженера, понимают, туда ли они пришли или не туда, готовы ли они следовать нашим требованиям. Далее мы написали для себя некое руководство, это модель работы со школьной неуспешностью. Программа сохранения психического и физического здоровья, программа работы с семьей, находящаяся в трудной жизненной ситуации. И мы это все прописали для того, чтобы мы сами и люди, которые с нами работали, понимали, о чем идет речь, понимали взаимодействие, что каждый из педагогов делает и каким образом это делает, к чему мы стремимся, какие задачи ставим. И так выглядит наша программа на сегодняшний день, которая была написана, скажем так, в этом учебном году, в 2013, если календарной, программа комплексной первичной профилактики отклоняющейся из зависимого поведения. И вот, как я сказала, прочитать ее и посмотреть ее можно у нас на сайте, на страничке «Социальная работа». Второй принцип. Нельзя объять необъятное. И мы нашли себе очень хороших партнеров. Прежде всего, это МГТУ имени Баумана. Раз уж мы готовим в это учебное заведение наших ребят, то мы взаимодействуем со многими структурами и со соцсоветом, и с кафедрой валиологии, и с довозовской подготовкой для того, чтобы охватить все, как говорится, аспекты того, что нам надо. Что касается вообще наших социальных партнеров по этой деятельности, то мы выбираем, во-первых, те, с кем мы работаем, это раз, те, которые находятся в нашем округе, и нам их рекомендует методическая служба. Но у нас есть еще один ресурс для сетевого взаимодействия. У нас есть родители, которые тоже работают в различных организациях. И они нам предлагают тоже определенную помощь с экскурсиями, с лекциями, с взаимодействием. И что касается того, что мы делаем. Специфическая профилактика, то есть когда мы что-то проводим, и это о вреде и последствиях употребления наркотических веществ, мы, как правило, обращаемся к специалистам. Это и специалисты МГТУ имени Баумана, это специалисты Московского научно-практического центра наркологии, это любые другие специалисты, которые готовы к нам приехать и с которыми нам интересно. Неспецифическая профилактика, когда мы развиваем и проводим тренинги жизненных навыков, нам тоже тут помогают специалисты, часть мы проводим это сами. И альтернативная профилактика, мы это проводим как в стенах лицея и своими силами, так тоже обращаемся к различным организациям. Третий принцип, это у нас практика критерий истины, потому что самый большой вопрос, а каковы все-таки критерии эффективности работы? И основной критерий, это все-таки что мы имеем на выходе, когда через 4-3-2 года наши ребята куда-то поступают, и они поступают очень успешно, они успешны в своей учебе, как правило, и более того, они вот в МГТУ имени БАУ, мы отслеживаем, как они участвуют в общественной жизни вуза. Кроме того, мы свою программу не побоялись, отдали на экспертизу и получили экспертное заключение на нее, и поучаствовали в конкурсе в городском, где нам тоже сделали, рассказали нам о достоинствах нашей программы, и, как говорится, о том, что надо доработать и что надо немного изменить. Так вот выглядит организация работы по профилактике, здесь много всяких направлений, и этот, скажем так, наглядно, где мы участвуем. Это Всероссийское антинаркотическое волонтерское движение, нас активно привлекает к этому, и мы очень активно в этом участвуем. Это социальные акции, которые мы проводим в лицее, это агитбригада, которая у нас каждый год выступает со своими сценариями, роликами и инициативами, это социальное проектирование, у нас работает сайт по профилактике, как и в каждом образовательном учреждении, мы проводим тренинги, причем как выездные, так и в лицее, в лекции по профилактике у нас проводят, я как уже сказала, различные специалисты, и очень мы любим наших партнеров с кафедры валиологии, кружок дорогам безопасности, где ребята учатся о зам юридической грамотности и правовой благотворительной акции. Наши большие благодарности за сотрудничество кафедры валиологии Климовичу Веронике Юрьевне и Московскому психологу педагогическому университету за ту помощь, которую они нам оказывают в нашей работе. И, как я сказала, то, что мы делаем, вы можете посмотреть на нашем сайте, сайте нашего лицея, и на сайте нашей странички есть психологическая, есть страничка социальной работы. Спасибо. Спасибо, Наталья Георгиевна. Вы знаете, я вас не буду мучить вопросами, вопросов много, но они вот больше как выступление с точки зрения того, что как вас найти, как с вами пообщаться, как узнать опыт работы. Все на экране видят ссылки, все видят, и запись будет выложена на сайте Здоровые инициативы. Я думаю, что доступны вы будете. Да, конечно. Могут к нам обращаться, мы ответим на все вопросы и поделимся своим опытом. Хорошо, спасибо. Со своей стороны, хочу сказать, что в автопробег, когда мы поедем, мы заберем с собой записи всех прошедших интернет-уроков и будем раздавать их волонтерам и представителям образовательных организаций, которые по маршруту следования автопробега будут с нами взаимодействовать. Завершая сегодняшний интернет-урок, мне хотелось бы сказать, что основную тему запланированного Министерства образования мы выполнили. Хотелось бы представить слово еще Геннадию Ивановичу в заключении и потом Денису Валерьевичу. Дорогие друзья, кончается учебный год. Кажется, что нет больше сил напрягаться, бороться с обстоятельствами. Хочется отдохнуть. Тем более знаменательно, что в такой короткий временной промежуток мы провели четыре интернет-урока, которые Министерство образования и науки провело на базе МВТУ имени Баумана, за что мы крайне признательны нашему родному Министерству и считаем, что это доверие мы заслужили и, безусловно, будем развивать уже вместе рука об руку, как единомышленники вот то направление, которое все больше и больше внедряется в сознание нашего общества и становится важнейшей социальной политикой государства. Это здоровый образ жизни не как декларация непонятная от чего, жить хорошо еще лучше, а именно как формирование личной позиции, формирование гражданской позиции, ответственность за свое здоровье, как ответственность за себя лично, за свою семью, за своих родных и близких, в конечном итоге за благополучие нашей страны. Это действительно так. И важно, что наши интернет-уроки проводились совместно с Министерством здравоохранения специалисты госнаркоконтроля, общественных организаций и движений таких, как Лига здоровья нации, Лига Российской наркологической лига и прочее, прочее, прочее. Хотелось бы отметить, что уже второй год у нас образовались творческие, рабочие совместные планы с Русской Православной Церковью и такой системный, комплексный, межведственный подход, который Министерство образования и науки исповедует, дает свои результаты. Только на пути совместных усилий, преодолевая разрозненность межведомственную, преодолевая разрозненность междисциплинарную, мы можем создать сообщество единомышленников и соратников. Я считаю и уверен, что каждый это чувствует, эти интернет-уроки внесли весомый вклад как раз в создание этой общности и гражданской, и общности на уровне государственной. поэтому я всех поздравляю. Это очень важный этап формирования вот и молодежной политики. Желаю всем отдохнуть, набраться сил и в новом учебном году встретиться с желанием засучить рукава и тратить свою энергию, свое творчество на полезное, развивающее вот и лично человека как личность и помогая своим сверстникам по принципу равной-равному развивать волонтерское движение. Это очень важно, потому что это является вершиной профилактики, когда обучающийся, ну извините за такое казенное слово, молодой человек из объекта профилактики становится субъектом профилактики, а субъект социальных отношений это и есть определение самодостаточной творческой созидательной личности. Всем желаю здоровья. Спасибо, Геннадий Иванович. Дорогие друзья, также хотел бы добавить то, что за 4 прошедших интернет-урока у нас с вами выступило более 20 специалистов, ведущих в стране данную проблему. Я им всем очень благодарен. Денис Валерьевич, будет у вас? Ну, коллеги, пару слов, да, развивая слова Геннадия Ивановича, хочу сказать, что, ну, от лица министерства мы исключительно признательны МКТУ имени Бауна и той инфраструктуре, о которой сегодня много говорилось, той инфраструктуре здоровой среды, здоровой среды в образовании, которая на самом деле отчасти является для многих вузов эталонной, потому что та структура, о которой здесь говорилось, те наработки и тот опыт, который накоплен за несколько лет, я думаю, что многие-многими высшими учебными заведениями и их партнерами будут, безусловно, вне всяких сомнений востребованы. Я хотел бы, наверное, отчасти напомнить о том, что структуру личности, как мы все с вами знаем, определяют поступки, а поступком предшествуют всегда мысли, и наши здоровые мысли обеспечат вне всяких сомнений наши здоровые будущие. Пусть у нас будут здоровые мысли, а потом будут здоровые поступки. Я желаю всяческих успехов и будьте здоровы. Спасибо. Ну, я как на правах ведущего, со своей стороны мне было очень приятно общаться, во-первых, с аудиторией студентов, которые здесь находятся. Честно скажу, не всегда увидишь вот такие взгляды, такие вопросы, которые вы задаете. Это нас обязывает ко многому, и хотелось бы, чтобы вы учились тому, что здесь говорится, и, как сказал Геннадий Иванович, из объектов превращались в субъекты. Я всех, кто участвовал в интернет-уроке, тех, кто подключился к трансляции, приглашаю 9 сентября в это же время, в этой же аудитории, по этому же интернет-адресу. Мы продолжим эти сложные проблемы безопасного образа жизни. также приглашаем опять же сотрудников Федеральной службы по контролю и забору наркотиков, управления по городу Москве 9 сентября. Мы будем обсуждать еще сложные вопросы, касающиеся отклоняющихся поведения, таких как суициды, и все, что, к сожалению, в нашей жизни встречается, с чем мы боремся. Спасибо всем еще раз за внимание. На этом мы заканчиваем. Я надеюсь, запись уже больше нет. Просьба оставить порядок в аудитории.